Глаза веры Вот видите, насколько важно записывать Кто записывает вообще Слово Божие? Дорогие, пишите, хорошо? Знаете, в прошлый раз мы говорили с вами Возвращение к библейской вере Это был очень важный момент И если мы будем, знаете, следовать за Словом Божиим Дело в том, что Слово Божие Это не только абсолютный авторитет Слово Божие – это светильник, написанный на ноге нашей И когда мы живем по Слову Божьему, дорогие Мы самые благословенные люди И вот сегодня продолжение, как бы вторая часть Я даже не ожидал такого Но раз, когда Дух Святой меня коснулся И стал говорить Я даже уже приготовил другую проповедь Но я понял, что Он хочет, чтобы сегодня Мы продолжали двигаться Чтобы мы, как один сказал, растягивали свою веру Я не понял, что такое растягивать веру Но я понял, что нам нужно расти в вере Это я знаю, в Библии написано, да? И вот смотрите, глаза веры Знаешь ли ты, что у тебя есть внутренние глаза? Глаза внутреннего человека Глаза, способные видеть Бога Мы очень, знаете, часто обращаем внимание на наши физические глаза И мы их берегем И это правильно У меня был случай в армии Мой друг, когда мы там сидели Строгали себе сапоги Делали гармошку Блатовали, как говорится, по молодости Каблучки обрезали И он так ножом, знаете, так вот Нечаянно резал как-то и на себя И соскользнул у него нож И он прям попал себе в глаз Это был мой друг Виталик из Москвы Хороший парень И знаете, вот Его конфисковали домой Потому что он потерял правый глаз Что? Комиссовали, я что сказал? Конфисковали, простите, да Ну, в общем-то, глаз конфисковали А домой его комиссовали, да И, знаете, вот Я помню этот ужасный момент Когда мы сидели в этой бытовке И строгали эти сапоги, да И вот, представляешь, нож сам себе Он вонзается ему в глаз, да И все, у него глаз вытекает Вот так у меня на глазах, да Это страшная картина Я бы не хотел, чтобы кто-то когда-то видел такого Я вам рассказываю И его слезы, смешанные с внутренностями глаза Вы понимаете Его крик, плач, да И, знаете, вот, ну Это ужасно, это ужасно, да Простите, что я такое говорю Но это глаза, вы знаете Иногда мы даже не задумываемся Что Бог сотворил нас вот такими, знаете Вот с глазами Закрой глаза и представь, что ты слепой, да Это ужасно, вы понимаете, да И вот, кроме того, что у нас есть физические глаза У нас должны быть еще и духовные глаза Я их назвал глаза веры И знаете, когда катастрофа Верующие перестают видеть в своей жизни Духовными глазами Когда мы перестаем видеть духовный мир Когда мы перестаем видеть Бога Знаете, какой признак, когда человек перестал видеть Бога? Когда мы перестаем восхищаться Богом Когда мы перестаем славить Его Когда для нас Бог где-то, знаете, за тьмой Он непонятный, Он далекий Бог Вы знаете, многие христиане живут в этой тьме И для нас Бог, Он какой-то где-то, но нереальный Дорогие, это неправильно, так не должно быть Нам нужны духовные глаза Которые мы будем постоянно Знаете, чтобы перед вами был Христос как бы начертанный Чтобы картина Христа Я заметил, когда меня сопровождает эта картина Христа Мне не хочется грешить Когда я чувствую, что Христос смотрит на меня Знаете, мне, во-первых, хорошо Во-вторых, я знаю, что Он заботится обо мне И даже скажу, мне страшно грешить Потому что когда я эту картину ношу с собой везде Куда бы я ни пошел, ни поехал Ну, Христос И когда я, знаете, ощущаю Его Когда я вижу, когда мои глаза открыты, дорогие Это самое лучшее состояние Я заметил, когда я слепну И вдруг я теряю эти картины духовные, дорогие И в этот момент появляются даже другие картины Появляются страшные сновидения Появляются страшные картины Перед некоторыми картины греха, блуда Перед некоторыми картины похоти И вот когда наши глаза, вы понимаете Они перестают видеть Бога Это катастрофа Только открытые глаза Только глаза, способные видеть Бога Видеть Царство Божие Дорогие, когда христиане слепнут То, что сегодня так много мы слышим Об этом говорят Это правда Но мы, дети Божьи Мы должны вернуться к тому Чтобы наши глаза всегда Были помазаны брением Нашего Господа Иисуса Христа Как тот в Артемейда Чтобы мы сегодня видели И не просто видели, знаете, ложь дьявола И не просто, знаете, в депрессию впадали От того, что сатана сегодня творит Чтобы мы сегодня видели Не то, что, знаете, вот Разрушение церкви, как многие видят Но чтобы мы сегодня видели Церковь славную Бога великим, знаете Прославленным Себя, чтобы мы видели Победителями во Христе Иисусе Я заметил, как меняются картины В нашем разуме От этого зависит сегодня Как мы будем жить Вот почему сегодня Глаза веры Вы понимаете, что Наш духовный человек Духовный мир Написано Праведник веры уже будет Он живет все равно по вере И вот эти картины, которые мы часто Сами даже себе рисуем Кто-то картины греха А кто-то картины Бога И знаете, когда я читаю Библию Я заметил, как что-то в моем разуме Как картина появляется Вот прочитал там одно послание И не только на сердце так хорошо Какая-то чистота и святость пришла Но вдруг в разуме какое-то просветление И знаете, чувствуешь, как картины Царствия Божьего Небо начинает светиться Вдруг ты видишь Иисуса Христа Другой ничего не видит А другой читает Слово Божие И вдруг в его разуме Знаете, это внутренний человек Это картины внутреннего духа Рожденного от Бога И вот глаза веры Вы понимаете Помните, смотрите Матфея 6 глава 6 глава 22-23 стих Светильник для тела есть Подскажите мне Око Ибо если око твое будет чисто То все тело твое будет светло Не, вы не поняли Светильник для тела Есть око Вот посмотри сейчас в глаза своему соседу Что ты там читаешь У кого-то, знаете, вот бывает Бесы прыгают в глазах Когда зло появляется Замечали, да? Искренне С глаз Вы раздражались когда-нибудь? Вот я заметил, что иногда я тоже раздражаюсь И когда это зло появляется Внутри я говорю Стоп, 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 стоп Василий, стоп, стоп, стоп Я не хочу, чтобы меня никто в глаза смотрел В этот момент А то в этот момент, знаете Убью Не вылезай, бо Знаете, током убьет В этот момент Ты понимаешь, что глаза Это не просто окна души И вы знаете Мы настолько должны понимать Важность Что происходит с нами Потому что наши глаза выражают Иногда общаюсь с людьми Я вижу Опа-па-па-па-па-па Приехали Что-то Человек в глазах Чертенята там Бесенята говорят Знаете, вот Туда-сюда Искры летят Да, вот знаете Вот как бы это все И вот по глазам уже можно определить Смотрите, говорит Светильник для тела есть око Некоторые люди не хотят встречаться С верующими людьми Потому что их глаза выдают У кого-то раздражение У кого-то неудовлетворенность У кого-то вообще ропот на Бога И знаете, вот когда встречаешься С таким человеком Думаешь, лучше бы я не встречался бы И мы тоже должны понимать, дорогие Насколько важно то Что сегодня внутри нас А глаза не просто выдают все эти вещи Потому что светильник для тела есть око Приятно общаться с людьми Знаете, вот Которым ты можешь посмотреть в глаза И которые прямо смотрят тебе в глаза Вчера встретился с одним человеком Говорит, Василий Я хочу тебе Смотреть прямо в глаза Все, что было Говорит, давай мы это как-то Я, говорит, хочу Чтобы мы могли глазами Как ты мне, говорит, когда-то сказал Что когда встретимся Чтобы, говорит, мы могли посмотреть Прямо друг другу в глаза Он запомнил эту фразу И мне так понадобилось Господи, насколько важно Чтобы наши глаза не были чистые Говорит, если око твое чисто То и все тело будет светло Понимаете? От того, куда мы смотрим На что мы смотрим Давид вышел на, знаете, в день безделья На этот, как его там С крыши своего дома Посмотрел око его Раз только И увидел картину Голую, купающуюся Версавию И его око Когда он не пободрствовал Знаете, оно раз там Похоть в нем подняло И он пошел и согрешил И мы знаем эту ужасную историю Смерть ребенка Убийство мужа И прочее Вроде бы, Давид Я его очень сильно уважаю Это муж Божий Но вот в какой-то момент Он не пободрствовал И смотрите, результат Его око Его глаз Он говорит Если око Светильник для тела Есть око И если око твое будет чисто То все тело твое будет светло Знаете, хочется Больше видеть таких светлых людей Праведных людей Знаете, которые Не говорят друг за друга Там, знаете, клевету ложь Когда встречаешься Чтобы ты видишь Человек радуется При встрече можно определить Как человек к тебе относится Ой, пастор Василий Как приятно тебя видеть А иногда бывает Кривая, как у жучки У нашей собачки Я говорил Кривая улыбка Ну все понятно Как приятно видеть Знаете Наш внешний вид Он все рассказывает за нас И Бог говорит Если око твое худо Вау Если око твое худо То все тело твое будет темно Знаете Посмотрел в Библию Свет Божий приходит Посмотрел не туда, куда нужно Тьма приходит И вот насколько важно Сегодня понять У нас есть глаза Не только физически У нас есть духовные глаза У нас есть глаза веры И вы знаете Наше духовное состояние Очень часто зависит от того Какие глаза веры У нас сегодня И вы смотрите Вот это место Если око твое будет худо То все тело будет темно Вау Господь, я не хочу такого Господь, сделай так Чтобы мои глаза Они всегда были светлыми Чтобы встречаясь с вами Я мог радоваться Улыбаться Увидел кого-то Вау И рот до ушей Халилуя Я так рад тебя видеть Знаете Чтобы наш, во-первых Внутренний мир Внутренний человек Он был, ну, знаете Правильным Чистым Светлым Наполненный мир Ибо если око твое Будет худо То все тело Будет темно Вау Я вспоминаю моменты Когда какой-то грех Нападал на меня Когда, знаете Ты чувствуешь себя Как в цепях Я вспоминаю те моменты Когда встречаешься С человеком Которого ты Не воспринимаешь Или у тебя проблема И думаешь Господи, ну не хочу я так жить Я хочу, чтобы, знаете Вот мы действительно Имели чистые глаза Дорогие Это так важно Итак, если свет Который в тебе тьма То какова же тьма Знаете Когда я встречаю христиан В которых тьма Живет, дорогие Я понимаю Что так не должно быть Мы свет Божий Мы представители Бога на земле И глаза наши, дорогие Это очень важные органы тела Вы понимаете Физические глаза Это важные органы Физического тела А духовные глаза Это важные органы Нашего духовного человека В каком сегодня состоянии Твои глаза Что ты смотришь Когда ты остаешься наедине Куда ты лазишь Что тебе интересно Потому что твои глаза Они определяют Твое будущее И знаете Вот в сегодняшнее время Мы живем Компьютера Интернеты Веб-сайты Все это Настолько сегодня Заполонило Сегодня люди стали Одержимыми Верующие Они не могут оторваться Потому что Их глаза Они уже Привязаны Прилеплены Люди становятся Рабами Люди идут Потом убивают Расстреливают В школах Потому что То что мы смотрим Вы понимаете Какие фильмы Какая информация Потому что Глаза это окна души Что поступает В мой разум Вот почему Сегодня мы Как верующие люди Должны понять Насколько важно Хранить свои глаза Во-первых Во-первых физические Во-вторых Духовные Потому что Это все Очень важно Смотрите Посмотрел Петр На волны О сомневающейся Подобном волне Колеблемой Вышел все Из лодки Пошел Сделал Десять шагов Веры И вдруг Начал тонуть Почему Потому что Его глаза Вдруг Написано Посмотрел Увидел Большие волны Потому что От наших глаз Вы понимаете Многое зависит Что происходит Внутри Наши глаза И наш духовный Человек Наше сердце Они крепко Взаимосвязаны И смотрите За Давида Я примел пример Посмотрел Давид И произошла Катастрофа Дорогие Физические глаза Есть органы Нашего физического Тела И назначение Этих глаз Просто видеть Оценивать ситуацию Оценивать обстановку Я заметил Когда я В плохом Духовном состоянии Такое бывает Я не скрываю И посмотрел На какую-то Ситуацию Обстоятельства Я говорю Если о духовных вещах Раз руки опускаются Почему? У меня нет веры И знаете Вот сегодня Не секрет Что и Церковь Христа И вообще Многие из нас Мы проходим Ну разными долинами Разными переживаниями И сегодня Идет Одна за одной Бомбардировка И вот я заметил Когда я в Боге Когда я вот Прошел с церкви Когда я почитал Слово Божие Когда я помолился И вдруг Та же самая ситуация Которая вчера Была черная мрачная Но я посмотрел на нее Глазами веры Дьявол У тебя ничего не получится Потому что Тот Кто во мне Он сильнее тебя Смотря В каком состоянии Мои глаза сегодня Знаете Вот Некоторым сегодня Нужно одеть очки Чтобы иначе Снова видеть Вы понимаете Ситуацию Как она выглядит В глазах Бога Порой Знаете Ситуация Которая с нами Происходит На самом деле Другая Но наше состояние Души Оно определяет Победим ли мы И знаете Вот очень важно Смотреть Даже на дьявола Помните Когда Христос Был духом Выведен в пустыню И он там ходил Он не ходил там Знаете Как пораженный Он ходил Как победитель Да к нему Подошел сатана Да дьявол Ему предлагал Но все это Христос Просто победил Почему В нем был Другой взгляд Он по другому Смотрел на эту жизнь И когда он говорил Возьми преврати Эти камни в хлеб У Христа был Совершенно другой взгляд На эти вещи А сатана смотрел По демонически Может быть Немножко по человечески Да И вот очень важно Сегодня следить За состоянием Наших духовных глаз Потому что От этого состояния Дорогие Зависит Порой наше будущее Помните эту историю Десять Двенадцать Голотаев Которых Послали Посмотреть Еще Моисей В обетованную землю И написано Когда они пошли И вот когда они вернулись Вспомните историю Десять из них У них дрожали колени Десять из них Они сказали Нет, нет, нет Ни в коем случае Мы не пойдем Если мы пойдем Мы все погибнем И большинство И большинство людей Они поддались Этому состоянию Потому что глаза Моисей Моисей не пободствовал Он послал Не тех людей Знаете, как в церкви Очень часто бывает Когда человек Который говорит Что я служитель Но его глаза Не чистые Знаете И когда глаза Ему извращают Картину Он говорит Церковь идет Даун А состояние этого человека Бывает Происходит Какое-то влияние И вот Десять против двоих Вы знаете И вот Два человека У которых Написано Был иной дух У них были Другими словами Иная вера Другие глаза Они видели Тех же людей Они видели Те же горы Они видели Те же города Но они Совсем по-другому Их оценивали Они сказали Моисей Ты что Мы пойдем Мы завоюем Мы возьмем Эту обитованную землю И позже мы читаем Халеву было В 85 лет Он говорит Дайте мне Эту самую плохую гору Самую негодную Которую все боялись Из-за которой Все три миллиона Умерли в пустыне А я пойду и возьму И он сказал Своим зятьям Там гофоль Кто говорит Возьмет Тому дочь мою И он первым Взошел в этот город И эти великаны Вы понимаете Которые в глазах Десяти Соглядатаев В глазах Трех миллионов людей Казалось Такая проблема Но эти два человека Они завоевали Обитованную землю Вы понимаете Наши глаза Как мы сегодня Видим церковь Как мы видим Сегодня свою семью Как мы видим Сегодня свою ситуацию Как мы видим Сегодня финансовую Сюда Я заметил Как в последнее время Но дьявол Бомбардирует Мою финансовую ситуацию Нет времени Рассказывать И бывает Я сделаю одно А он уже наперед Как будто бы Предупредил И украл все Что я сделал Чтобы процветало Я понимаю Дьявол хочет Чтобы я Смирился С этим составом Нет дьявола У тебя ничего не получится Ничьи-то глаза Но мои глаза Увидят Как Бог Благословит Мой дом И мою семью Помнишь Что сказал Иов Его тело Разлагается Его тело В проказе Его друзья Ничего хорошего Ему не советовали Они говорят За тебе За грех Это все Знаем мы Твою жизнь Твое сердце Возгордилось И он сидит Слушает И его глаза Опускаются Знаете Первое Считается Что Иов Пробыл в этом состоянии Семь лет И первое время Он пребывал в унынии Вы понимаете И вот наши глаза На что мы смотрим сегодня Но однажды Вдруг откровение Знаете Зажглось его сердце Помните Это место Он говорит Не чьи-то глаза А чьи глаза Мои глаза Узрят Как Господь Восстановит Распадающуюся Плоть мою И знаете Интересно Что в тот момент Состояние Иова Оно не было Лучшим Оно было Самым Самым Нехорошим Он Шел прямой Дорогой В могилу До него Миллионы людей Уже умерли От болезней И у него была Такая же Участь По идее По-человечески Но вдруг Его глаза Увидели Бога Вдруг его глаза Увидели ситуацию Совсем Знаете Насколько важно Как ты видишь Свою сегодня ситуацию Видишь Что ты идешь Даун Так и произойдет Видишь Что ты останешься Без денег Так и произойдет Знаете Очень важно Чистить Протирать Мыть свои глазки По утрам Чтобы наши глазки Там знаете От всякой этой грязи Детки Мойте свои глазки Видеть лучше будете А еще бывает Там инфекция Знаете Когда попадет В глаза То вообще Кошмар Сколько таких Было случаев Да И вот очень важно Чтобы мы Как христиане Понимали Нам нужно следить За состоянием Своих духовных глаз Глаза веры И Дорогие Я очень много Слышу негативного И я понимаю Такой человек Если он спасется Как головня Из огня То будет хорошо Я очень часто Слышу Потому что наши слова Это выражение Нашего духа Или то что мы видим То что дьявол Уже нарисовал И знаете Часто порою Дьявол оказывается Сильнее в жизни Христиан И если он побеждает То он побеждает Через наши же Глаза веры Вы понимаете Он знает Что вера Есть непобедимый Фундамент Бога Все сию побеждаем Верою Возлюбившего нас Господа Иисуса Христа И когда он Поражает глаза Помните этот случай Когда на Саманицкий пришел Это первая книга царств И сказал Израильтянам Говорит Я всех вас Убью Или если хотите Становитесь добровольно Рабами Выходите Я всем вам выколю Какой глаз Кто помнит вообще Я вам выколю Правый глаз Чтобы вы не могли Видеть Знаете почему Дьявол стремится Уничтожить наши глаза Знаете почему Он хочет замусорить Их всякой ерундой К сожалению Часто мы сами Мусорим свои глаза Зависит от того Что мы смотрим Что входит в глаза Окна нашей души То и происходит С нашим духом Мы как христиане Сегодня должны Заботиться Иметь Бога В разуме А разум Откуда приходит информация Через наши глаза Посмотрел человек Картина Запечатлелась В его разуме И Когда она там Вот осела То и происходит С нами сегодня Но все начинается С наших глаз Дорогие Как мы смотрим Сегодня На что мы сегодня Смотрим Да поможет нам Господь Дорогие Христос тоже видел Глазами Духовными глазами И написано Исайя 53.10 Что он видел Кто подскажет мне Потомство Долговечное Знаете У глаза У Христа тоже было Физическое тело Иногда он смотрел И даже у него Бывали моменты Опускались руки Он пришел в Назарет Но не смог сделать Ни одного чуда Несмотря на то Что это была Родина Несмотря на то Что он там Жил Его все знали Но он не смог Сделать ни одного чуда Потому что В него никто не верил У него даже Опустились руки Они еще захотели Его побить камнями Помните И он через толпу прошел Они вывели его на скалу Но он прошел через толпу И удалился Знаете Иногда У нас духовных людей Могут быть моменты Когда мы начинаем Смущаться А почему это происходит А почему вдруг Мои друзья Они начинают жить Ну не так Как мы раньше жили А почему мои близкие люди А почему человек Который был со мной в служении Он вдруг заговорил О таких вещах И ты думаешь Господи Да что же происходит И все эти разговоры Гомексусализм Лесбиянство О, думаешь Господи Да где же я живу И приходит страх Как у этих соглядатаев Вы понимаете Сегодня мы живем Время Когда Богу нужны люди Которые в духе Верую Которые имеют Другие глаза Совсем Как Халев Как Иисус Навин Люди Которые имеют Иной дух Иные глаза Иную веру Дорогие Чтобы сохранить Наших детей В этом мире Нам нужна Сильная вера В нашего Господа Иисуса Христа И в Его силу И в Его помазание Вот почему сегодня В первую очередь Проверь свои глаза Свой взгляд Можешь ли ты сказать Что ты имеешь Глаза веры Знаете Их видно сразу И смотрите Вот эти все случаи Ио Смотрите Не чьи-то глаза Мои глаза Вдруг его глаза Просветлели Вдруг его глаза Увидели другую картину Вдруг он увидел себя Исцеленным Он увидел себя здоровым Дорогие Ну ты че Говорит Ио Посмотри на себя Да ты весь в струбях Черви ползают По твоему телу Мне часто говорят Возили Да посмотри на себя Да ты неудачник Мне часто говорят Родственники Мне часто говорят Старые друзья Об этом И я думаю Кого слушать Их или Бога И когда прихожу к Богу Открываю свои глаза Мою от этой грязи Которые мне заплевали Я совсем по другому Вижу ситуацию Да вы че Ребятки Мой Бог Это великий Бог Мой Бог Это славный Бог И тот Кто живет Во мне нет демонов Во мне живет Христос Я стараюсь жить Свято Я служу Богу Насколько могу Я тебе Вот глаза веры Вот Повел Глаза На Помните Когда Змеи стали поражать Народ израильский И написано Когда поднимите взгляд Свой на кого На медного змея Исцелитесь 70 тысяч Человек Умерли От укусов Змеев Но нашлись люди Которые подняли Свой взгляд Взор Глаза На медного змея И мгновенно Ситуация изменилась Они сразу же Исцелились Вы понимаете От того Куда мы смотрим Сегодня На что мы смотрим Зависит не только Наше духовное состояние Но приходит победа Жизнь Или проклятие И мы идем в смерть Знаете Порой нам так трудно Поднять свои глаза Отяжелевшие веки Кто понимает Когда они вот Отяжелевают Особенно Когда тебя бомбардируют А тебе говорят Я не знаю Мы такие популярные стали А нас говорят И говорят Больше негативно Но внутри Духа Бога Говорит Нет 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 Что-то не так Мой Бог Он другой Бог Бог Которого я уверовал Бог Которому я служу Он Он не гомосексуалист Он не алкоголик Он не такой Мой Бог Это великий Бог Я смотрю эти программы Сейчас такие интереснейшие О вселенной И вот эти съемки Видео Действительно Ну как документальное Вот с этих спутников Которые запущены Сколько галактик Какие там черные дыры Я иногда лечу Вместе с программой Я люблю их смотреть И улетаю В Млечный Путь И оттуда смотрю На землю Так Через это Видео Думаю Господи Какой великий Твой мир Какой ты Великий Господь Что человек Что ты Помнишь Его Это маленькая Букашка На земле Но знаете Бог так оценил Нас с вами Что он Одал сына Своего Единородного Дабы всякий Верующий В Него Не погиб Но имел Жизнь вечную Сегодня Столько много Доброжелателей Которые Желают нам Смерти Дорогие Я удивляюсь Что произошло С христианским народом Мы иногда Желаем больше Зла друг друга Чем благословения Но слава Богу Иисус Христос Он умер На Голговском кресте Чтобы никто Не погиб Даже наши враги Он хочет Чтобы все Спаслись И мы должны Научиться Желать благословения Друг другу Вы понимаете И когда я Поднимаю Мой взгляд На Слово Божье Я понимаю Что все По другому Не так Как кто-то Нам желает Вы понимаете Вот почему Наши глаза Должны Питаться Питаться От Слова Божьего Нет всяких Этих странных Слухов Появились Разные слухи Помните Написано Как будто бы Пришествие Уже было Нет ничего Нового Всегда есть люди Которые Извращают Слово Божье И пытаются Посеять Не то что Надо Но Мы Верующие В Бога Люди Держащиеся Истины Его Учения Его Слово Божье Дорогие Мы сможем Сегодня все Победить Когда мы Будем держать Свой фокус Взгляд На нашем Господе Иисусе Христе Кто-нибудь Скажет Громкое Аминь Учись Сегодня У тех Кто прошел До нас Может быть Тяжелыми Периодами Ты действительно Сводная Сестра По отцу Моему Хочется Жить Не хочешь Чтобы меня Убили Я не знаю Почему у него Был тот страх Но я думаю Что были Обоснованные Причины Потому что Египетская Цивилизация Вы знаете Это самое 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 Было Сильное От времен Практически Сотворения И вся Жизнь На востоке Начиналась В Египте И сила Мощь Она вот Как раз Там и была И когда Авраам Именно Пошел В это Государство Он почувствовал Себя Вообще Никем Знаете Иногда Порой Мы живем Я скажу вам Честно Когда я слышу Много информации Что Америка Идет Даун Что все Разрушается Принимаются Демонические Драконовские Законы У меня тоже Опускаются руки Иногда мне приходит мысль А может быть Мы зря приехали В эту страну Иногда мне приходит мысль А может быть Действительно Вернуться Путин сейчас Объявил войну Там всем этим Вещам Вау Бывшая коммунистическая Страна Она сегодня Лучше смотрит На некоторые вещи И знаете У меня тоже Я же человек Мыслящий И вдруг мысли приходят Вау Может быть Действительно Что-то неправильно Но внутри Вы знаете Когда я понимаю Свой взор на Бога Я понимаю Мы здесь С вами Дорогие Чтобы победить Любые Демонические планы Мы здесь Потому что в нас Иисус Христос Как сильный Ротоборец Который вместе с нами Который защитит Наши семьи Который защитит Наши дома Который пойдет Впереди нас И сокрушит Сатану Ради тебя И ради меня Халлалюя Воздай славу Господу Потому что Наш Бог великий Знаете Авраам Его Библия Называет Мужем веры Он Отец веры Для всех нас Поверил Авраам И это Вменилось ему Праведность И смотрите Бог везде Настолько Подчеркивает Именно Авраама Ни с кем Так Бог не разговаривал Как с другом Как с Авраамом И с Моисеем Всего лишь два человека На земле И в то же время У него были Такие же глаза Как у нас Были моменты Когда он испытывал Страх Потому что Того что он видел Но всякий раз Когда он снова Поднимал свой взгляд К Богу И всякий раз Когда он вспоминал Откровения Потому что В начале его пути Когда Бог его Вывел однажды ночью Вот посмотрите на небо Сейчас Видите звезды Посмотрите на небо Звезды Не знаю вам видно Но с моей стороны Все виды Сегодня мало Мы включили Но здесь немножечко И вдруг Бог говорит Вот так у тебя Будет твое потомство У тебя будет столько детей И он так смотрит Какие дети У меня нет детишков Вообще А Бог говорит Посмотри на океан Подвел его Вот песок Видишь сколько его много У тебя будет столько детишков Говорит Авраам Ну да Вообще И принял Знаете Авраам принял Это откровение И вот проходили годы Десятилетия А ничего не изменялось Вдруг жена Подходит Говорит Абрамушка Не хочешь зайти К моей служанке И Авраам Такой послушный Жене Пошел И родил Вы знаете Но это не было Делом от Бога Это было Делом плоти Знаете Очень часто Мы делаем Дело о плоти Знаете Когда мы сводим В свой взгляд С обетований Божьим Вот почему Очень важно Постоянно Видеть перед собой Картину Которую Бог нарисовал Тебе Ты имел Когда-нибудь Откровение От Бога О своем призвании А заметил Как дьявол Бомбардирует Чтобы твое призвание Оно не состоялось Сколько много Противостояний Искушений И я заметил В своей жизни Что всякий раз Когда я начинаю Смотреть на проблему Не на Бога Я начинаю Задумываться А почему Это так И вот Какая-то маленькая Такая проблема Если сравнить Нашего Бога Знаете Если посмотреть на солнце Солнце Которое В десятки Тысячи раз Превосходит Размером Нашу землю И вдруг Знаете Такое затмение Когда луна Еще меньше земли В десятки раз Она вдруг Становится Между землей И Богом Солнцем И вдруг Раз Свет погас Вот так Очень часто Какая-то Маленькая проблема Которая появляется В твоей жизни И когда ты ее видишь Ты на нее смотришь Ты размышляешь Ты о ней Да не думай о ней Возьми так Смахни ее Пусть уходит дальше Затмение Не может быть долго Мы иногда Слишком много Концентрируемся На своих проблемах О пастор О пастор У меня проблема У тебя проблема Не с проблемой У тебя проблема С глазами Там Там за этой проблемой Есть Бог Который превыше всего Который больше всего Который силен Решить любую проблему Только В каком состоянии Находятся мои глаза На что сегодня смотрю Иногда Знаете Проблемы Они появляются Помимо нас Вот есть момент Когда человек согрешил Или еще появилась проблема И человек покаялся И проблема Уходит А есть проблема Которая приходит Ты ее не зовешь Вот последние годы В моей жизни Много произошло проблем Которых я не хотел Которые я не приглашал За которые я не отвечаю Не я сотворил их Но когда она приходит И вдруг Вот посмотри на солнышко На свет И раз Она чем-то закрой ладошкой ее Раз И все Ты его не видишь Это наша проблема Знаете Когда мы начинаем Ее изучать Фокусировать И думаешь Ой Я грешник Или еще что-то такое Ты тратишь время Это хочет дьявол А Бог хочет Чтобы мы Протерли свои глазки Пылинку эту Выскребли из глаза И смотри опять дальше Только смотри на Бога Когда мы смотрим на Бога Пожа мы взираем Написано На начальника И подскажите мне Совершителя Взирать Это значит Нужно иметь глаза Вы понимаете У тебя есть глаза Появились к своему совету И скажи У тебя есть глаза У тебя есть глаза Духовные глаза Глаза веры Следи за состоянием Своих глаз Вот послушай еще внимательно Интересный такой момент Мне Бог открыл Когда Иаков Бежал уже С дома отца Он нехорошо поступил И он уже находился В доме Лавана И Знаете как он получил Своё благословение Однажды Ночью во сне Бог показал ему Картину Видения Как и отцу ему Аврааму Только там касалось Вопрос овечек И козочек И он говорит Возьми Отбери У дядьки Твоего Лавана Всех пятнистых Козочек И овечек Господи А их же мало Вообще Вы часто видите Пятнистых В основном Они такие Знаете Однотонные И у меня были Как-то Такие Черная голова Раньше овцы И когда я их скрестил В общем С двумя всего лишь Гладкошерстами То есть Однотонными И вдруг через время Их не черные головы Исчезли Потому что Знаете Какое-то генетическое Такое Эти сильнее По крови А тут наоборот Процесс Вы понимаете Противоестественно И Яков Понимал Что Чтобы пятнистых Их мало вообще Это редкость А Бог ему говорит Вот возьми этих пятнистых Попроси у Лавана Вот сейчас начинается Школа твоей веры И говорит Когда Лаван Посмотрит Ну вообще Яков Попросил То чего Само малого То что меньше Чем всего рождает И даже когда рождают Они рождают Однотонных И Лаван Ну и Семь лет работал Семь работал И еще попросил На двадцатый год Себе таких вот Ну Самых Неперспективных Овечек Но Бог Показал картину Вы понимаете Якову И Яков Видел перед собою Постоянно тот сон Который он видел И написано Он взял эти палочки Кто помнит Настругал Их полосками сделал И куда он их положил Кто помнит вообще Перед глазами Всех овец Лавана И написано Когда они зачинали И рождали У них рождались Все пятнистые И вдруг Знаете Вот У Якова было мало У Лавана было много Раз родили Пятнистых Идай сюда Дорогой Может быть Ты устал сегодня Знаете Этого кризиса Который Который вот Семь лет Дорогие Пришло время Когда Бог Начинает Делать свои чудеса И в этой области Только приготовься На что твои глаза Сегодня смотрят Я устал От людей Которые робчатые Так тяжело жить Вообще Тяжело Ничего не получается Подожди А что говорят тебе Твои глаза веры А что тебе сказал Бог Вспомни откровение Которое Бог Нарисовал В твоих глазах Десять лет Тому назад Знаете Мы иногда забываем Авраам На протяжении всей жизни Он называл Несуществующие Как подскажите мне Как существующим Все говорят Даже Сара говорит Ну Абраша Ты что Вы уже все Тебе девяносто А мне восемьдесят Давай Иди к Агаре Мне уже вера Уже все Уже потерялась У тебя Тело столетнего А я вообще старуха Какие там дети Что там Бог сказал Ну Авраам Понимаете Он был мужем Божьим Говорит Сарушка Шарап Замолчи Не уничтожай мою веру Помнишь как Бог Меня вводил Показывал Звездышки Песочек Морской Иногда на Хавай Нужно сесть На песочек Посмотреть О какой Великий Бог Демьяненко Загорают Сейчас там Посылают иногда Свои фотографии На Хавай Ну Господи За новым откровением Поехали Иногда нужно Знаете Посмотреть На старое откровение Чтобы поднять Снова уровень Своей веры Чтобы глаза Твои снова Увидели Эту картину Яков Не зря Он сам Уже Потихоньку Прогрессировал Начинал понимать Что с Богом Надо дружить И глаза Нужно держать На нем И он еще И овечком Вы знаете Подставил Видите К чему привело Да С Богом Надо дружить Бог даже Благословить Процветание Может дать В самые такие Неподходящие Моменты Дорогие Что видел Елисей Когда видел Тело Мертвого Ребенка Помните Что видел Апостол Павел Когда видел Упавшее Разбившееся Тело Евтихия Со второго Этажа Все говорили Евтихий Умер Мать Высказывала Кучу претензий К Елисею Я думаю Что эти Мужья Божьи Они видели Ситуацию Совсем По-другому Елисей Видел Этого Мальчика Живым Петр Когда посмотрел На Евтихия Он подумал Хм Он не должен был Умереть Погибнуть Бог Предназначил Его жить Евтихий Встань Знаете Глаза веры Мы часто Смотрим На проблему И опускаются Руки Я сам Такой Но Бог показал Что я должен Следить За своими Глазами И когда Я вдруг Ситуацию Начинаю Видеть Плохо По-другому Мне нужно Снова Прийти К Христу Омыть Кровью Иисуса Христа Свои Глазки Попросить Чтобы он Помазал Плюнул Пусть Плюнет Мои Глаза Пусть Возьмет Смешает С его Грязью Но Пошмар Пошмар Я правед Нужда Руки Верой Своим Детям Не Уничтожайте Последнее Доброе Семя В их Сердце И Разуме Дорогие Верующие Христиане Пришло Нам Сегодня По-другому Посмотреть На нашу Жизнь И все Начинается С наших Глаз Веры Что ты Видишь Сегодня Большинство Может быть Видит Мертвое Тело Большинство Может быть Видит Разруху Но Бог Сегодня Смотрит На то Что Нарисовано В твоем Сердце И как Ты Сегодня Реагируешь Итак Глаза Веры Дорогие Что ты Видишь Однажды Бог В начале Служения Иеремия Был такой Пророк В первой Главе Обращается К нему Первая Глава 11 стих Иеремия Что ты Видишь Иеремия Посмотрел Вокруг Народ Израильский В упадке Государство Полуразрушено Денег Нету Народ Израильский В отступлении Иеремия Что ты Видишь Иеремия Я посмотрел Вокруг Почитайте Это место Внимательно И говорит Я сказал Вижу Жезл Миндального Дерева Знаете Вот Посмотрел На Израиль Руки Опустились Посмотрел На картину Которую Бог Нарисовал Говорит Вижу Распускающееся Миндальное Дерево Да Народ Израильский В упадке Но Бог Мне показал Придет Пробуждение Дерево Которое Может быть Полузасохшее Оно Даст Плоды Я вижу Цветочки На дереве Начали Распускаться Мы Верующие Дети Божьи Дорогие Что мы Видим Сегодня Видишь Что церковь Идет В упадок Так и Произойдет Видишь Что проклятие Пришло В твою Семью Так и Произойдет Вот Почему Сегодня Смотреть Нужно На свои Глазки На состояние Своих Глаз Веры Иеремия Что ты Видишь Что Задавай Себе Почаще Этот вопрос А что Я вижу А что Я сегодня Вижу Перед моими Глазами Когда я Вижу Проблему И она Застилает Солнышко Бога То Эта проблема Может вырасти И уничтожить Мою жизнь Но если Я ее Как затмение Луны Солнышко Уберу ее В сторону И снова Посмотрю На Господа И его Сколько раз В моей жизни Дорогие были Моменты Когда я Опускался В вере Но в какой-то Момент Моя вера Снова Возрастала В Боге И Бог Сегодня Он учит Каждого из нас Дорогие Чтобы мы Сегодня Не смотрели Ни на какие Проблемы Чтобы мы Сегодня Смотрели Больше На Бога Помните Однажды Давид сказал Псалом 100 Третий стих Не положу Перед очами Моими Подскажите Вещи Непотребные Перед глазами Очи Это глаза Молодежь Может не понимает Не положу Перед глазами Моими Вещи Непотребные Что такое Непотребные Вещи Это телевизор Может быть Смотря что мы Смотрим Компьютер Для многих Людей Это ловушка Не положу Перед глазами Моими Вещи Непотребные Там В этом Компьютере Живет Сатана Когда Молодые Люди Ходят Там Смотрят Знаете Такие Программы Его Можно Использовать Для хорошего Можно На нем Бизнес Деньги Зарабатывать Но там Есть И искушение Не положу Перед очами Моими Вещи Непотребные Давид Сделал Такое Решение Почему Потому что Он понял Что его Глаза От того На что Они Смотрят Видишь Деньги 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 Глаза Уже Такие Все Смотришь Человек В проблему Попал Положил Перед собой Человек Слово Божье И смотришь Елей Исцеление Смотришь Его глаза По другому Начинают Цветиться Смотреть На ситуацию По другому Давид Не положу Перед очами Вещи Непотребные Дело Преступное Я ненавижу И не Прилепится Оно Ко мне Знаете В каждом из нас Должно быть Такое твердое решение Беречь Свои глаза Сделай сегодня Завет Со своими глазами Со своими ушами Не слушать Что попало Не слушать Кого попало И не смотреть На то Что разрушает Наш дух И нашу веру В Господа Иисуса Христа Дорогие Я предлагаю Сегодня вместе с вами Просто помолиться Во-первых Дух Святой Сегодня побуждает Нас Чтоб мы сегодня Бодрствовали Следили за своими Мы глазами Куда мы смотрим На что мы смотрим Я предлагаю Давайте помолимся Чтобы Бог исцелил Наши глаза Духовные глаза Если ты заметил Что у тебя Настроение пропадает Если ты заметил Что у тебя Такой дух Удручение приходит Если ты заметил Что у тебя Неуверенность появилась Если ты заметил Что вот Какие-то обстоятельства Они в общем-то Тебя немножко Даже в депрессию Может быть Воят Если ты заметил Что твои руки Духовные опускаются Давайте мы помолимся Чтобы Бог Исцелил наши глаза Помните Эту историю Как Однажды Во времена Елисея Когда пришел Царь Вражеский И Вошел в Израиль И Стал захватывать Страну И Гиезе Говорит Елисею Елисей Да Музыканты Группа прославления Можете выйти И Он говорит Господин Посмотри Что происходит И что ему Елисей сказал Он говорит Господи Открой ему глаза И вдруг Глаза Иезеки Гиезе Открылись И он вдруг Увидел Что вокруг Множество Ангелов Которые Окружили Весь этот Вражеский Стан Когда мы Начинаем Видеть глазами Бога То все Совершенно Выглядит По-другому В духовном Мире Понимаете Все по-другому Там все Иисус Христос На троне В духовном Мире Ангелы Божии Они Бодрствуют Над своим Делом В Царстве Божьем Там нет Разрушения Это дьявол Рисует В наших глазах Очень часто Порой Ложные Картины Вот почему Сегодня Нам нужно Исцеление Я иногда Болюсь Господи Исцели Мои глаза Я не хочу Видеть Эти проблемы Я хочу Иметь глаза Веры Как у Авраама Который Называл Несуществующее Как существующим Давайте Давайте Мы встанем Сейчас Давайте Встанем Перед Богом Если Ты серьезно Хочешь Чтобы Твои глаза Были Глазами Веры Чтобы Твой Духовный Человек Он Был Здоровым Во Христе Иисусе Просто Положи Свою руку Сейчас На Свои Глаза И Начни Молиться Начни Благословлять Свои Глаза Скажи Во имя Иисуса Господь Я благословляю Мои Глаза Я благословляю Мои Глаза Вер Я благословляю Мои Физические Глаза Господь Я благословляю Окна Души Господь О Во имя Иисуса Христа Пусть Твоя Благодать Пусть Твой Дух Святой Пусть Кровь Сына Твоего Иисуса Христа Смоет С них Всякую Заразу Всякую Болезнь Всякую Слепоту Во имя Иисуса Христа Я Я провозглашаю глаза мои здоровыми, я провозглашаю глаза мои исцеленными, о, во имя Иисуса Христа, глаза мои, смотрите на Бога, держитесь откровениями, держитесь Слово Божьего, провозглашаю, это очень важно.